Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. По последним данным Минобороны о ходе проведения специальной военной операции на Украине высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации формирования правый сектор. Уничтожено до 200 боевиков. В районе населенного пункта долина Донецкой Народной Республики. Нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также 7 единиц бронетанковой техники и с класс боеприпасами. В районе населенного пункта Беленька Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению. В рамках контрбатарейной борьбы поражены 4 взвода реактивных систем залпового огня ГРАД, 13 артиллерийских взводов Гаубис Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытная, Красная, Звановка, Иванодаревка, Парасковиевка и Иванград Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены. Семь пунктов управления, пять складов с боеприпасами, два склада горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой Народной Республики, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаная, Петропаловка, Топольская и Изюм Харьковской области. Кроме того, в районах Скадовск и Новая Каховка, Херсонской области, Червонный Оскол и Топольская Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». На Харьковском направлении идут позиционные бои в районе Большой Камышевахи и Курульки. Противник пытается навести переправы через Северский Донец, но наша артиллерия сводит на нет любые попытки закрепиться на противоположном берегу. Украинское командование направило ДРГ через лесополосу между Великими Проходами и Лепцами для выявления расположения объектов российских сил. Украинская артиллерия нанесла удары по казачьей Лопани и окрестностям Цуповки. Российские подразделения в свою очередь ударили по районам сосредоточения ВСУ в Русской Лозовой, Слатино, Русских Тишках, Великих Проходах, Шестаково, Харькове, Чугуеве, Черкасских Тишках, Питомнике, Великой Камышевахе, Чепеле, Протопоповке и Петровском. На славянском направлении идут ожесточенные бои в окрестностях Серебрянки, Верхнекаменского и Иванодаревки. Противник перебрасывает сюда резервы из славянско-краматорской агломерации. В районе Северска идет сражение за прилегающие к городу господствующие высоты, контроль над которыми имеет ключевое значение для освобождения города. В лесах разгромлена штурмовая группа Назбата Кракен. Боевики, которых недавно перекинули из Харькова в Краматорск, попытались пройти через Зеленку к Белогоровке. Но были накрыты российской артиллерией. Часть боевиков попала в плен. На Артемовском направлении бои у Покровского и Веселой долины. Удары наносятся по самому Артемовску, а также по Красной горе, Курдюмовке, Часов-Яру. Российские силы концентрируют внимание на скоплениях живой силы и техники. В СУ пытаются вести подготовку для контрудара на Попасинском направлении, чтобы отбросить наши войска с ближних поступов к Артемовску. Сообщается о некотором прогрессе наших подразделений в боях в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС. Ликвидация этого аппендикса необходима для активного давления на Артемовск с юго-востока. Продолжается активная работа по артсистемам противника, работающим по Донецку, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. На Криворожском участке украинское командование готовится к наступлению, наращивая группировку сил и средств вдоль реки Ингулец. Кроме того, ВСУ при помощи американской РСЗО «Хаймерс» нанесли удары по Антоновскому мосту между Херсоном и Алешками, чтобы отрезать снабжение всей российской группировки на этом направлении. Мост поврежден, но не разрушен. Движение по нему продолжается. Всего было шесть прилетов. Пять ракет перехватила российское ПВО. Одна попала в дорожное полотно моста, пробив в нем сквозную дыру диаметром около метра. Украинские боевики предпринимают попытки контратаковать на некоторых участках линии соприкосновения, где, по их мнению, количество союзных сил не такое уж и большое. Так, на Угледарском направлении в ночное время позиции подразделений российской армии атаковали до роты украинских военнослужащих при поддержке нескольких танков и БМП. Атака была отбита, часть нападавших уничтожена, часть, включая одного из офицеров в чине капитана, попала в плен. Кто-то сумел сбежать. На поле боя осталась бронетехника противника, подбитая нашими военными. Чуть позже на другом участке украинские боевики под прикрытием минометного огня попытались выбить с позиции одно из подразделений шахтерской дивизии ДНР. Однако атака захлебнулась, и тела погибших военнослужащих ВСУ до сих пор лежат на поле боя. На Маринском направлении ВСУ затеяли перегруппировку, выводя в тыл остатки 54-й бригады, от которой уже практически ничего и не осталось. Однако кадровые резервы, способные закрыть это направление, у украинского командования закончились. Поэтому принято решение отправить на позиции подразделения терробороны. По данным разведки, вместо 54-й бригады в Маринке будет 66-я отдельная механизированная бригада корпуса стратегического резерва ВСУ, сформированная в мае этого года из мобилизованных граждан Западной Украины. Такая замена значительно ослабит оборону на данном участке, но деваться к командованию ВСУ некуда. О том, что 54-я бригада ВСУ понесла большие потери, сообщалось в начале июля. Тогда, за несколько дней, она потеряла до 60% личного состава. Деморализованные военнослужащие отказывались выполнять приказы командования, требуя отправки в тыл. В зоне проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано первое боевое применение роботизированного комплекса разминирования «Проход-1». В каком именно районе Донбасса его использовали, не указывается. Робот-сапер «Проход-1» создан в НИИ-сигнал на базе бронированной машины БМР-ЗМА. При этом используется усиленная противоминная защита. Комплекс способен работать в трех режимах – под управлением экипажа, дистанционно под управлением оператора и в автоматическом режиме, заранее заданными параметрами движения. «Проход-1» в боевых условиях создает проходы в минных полях шириной 4,5 метра для войсковых колонн. Оснащается тралом для нейтрализации контактных мин, резаками, рубящими провода дистанционно управляемых фугасов и системой создания радиоэлектронных помех для радиоуправляемых фугасов. Комплекс завершил государственные испытания еще в 2016 году. Позднее появились сообщения о поставках «Проход-1» в инженерные войска, но официального сообщения о принятии его на вооружение до сих пор не было. В среду на большей части Украины сохранится повышенный фон атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и теплой погоды при температурном фоне близким к своей климатической норме, что позволит без ограничений применять различные виды вооружения и военной техники. Исключением станет север, а к вечеру и северо-восток страны, где проляжет грозовой фронт, сопровождаемый ливнями и шквалистым ветром в порывах до 15-20 метров в секунду. На освобожденных территориях Луганской, Донецкой и Народных республик, Запорожской и Херсонской областях ожидается облачность 5-8 баллов, верхней средней, отдельно кучевой с нижней кромкой 1000-1500 метров, вверх 3-4 километра, без осадков, только в Харьковской области вечером зарядят грозовые дожди. Видимость 6-10 километров, ветер северо-западных, западных румбов 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 26-31 градус по Цельсию. Прогнозируются слабые и малые магнитные бури. Ожидаемые метеоусловия на большей части операционного направления, за исключением Харьковской области, вечерние часы, в 93% общей продолжительности периода благоприятствуют массированному применению фронтовой авиации всем составам авиационной группировки, в том числе малозаметных воздушных судов по наземным целям без захода в зону войсковой ПВО с высот не ниже 6000 метров, использованию тактических воздушных десантов на вертолетах в составе батальона полка, боевому применению армейской авиации, а также ведению воздушной разведки в тактической и оперативной зонах обороны в составе одиночной пары на малых высотах и применению самолетов РЭП. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.